Здравствуйте! Новое утро. Вышла за калитку поздороваться. С Азеля Родионом, который меня уже облобызали, за нами последовал Бонифаций. Ну, как же? На участке валяться неинтересно. На дороге куда приятнее. А пушка предпочитает возлегать на моей кровати. Набегалась, нагулялась, наигралась. Сколько они сегодня мышей отловили, я даже не знаю. Останки трех нашла. Одну нетронутую. Итого четыре. Да, производительность труда великая. Ну, еще бы. Такая школа. Беси тренируют регулярно. Ну, а Бони, естественно, пушил. Вот думаю, куда стопы свои направить. Пожалуй, ребятки, надо прогуляться по окрестностям и хмели набрать. Входит это замечательное растение в состав моего ферменного чая, поскольку находится в этих шишечках такое вещество, как лапулин. И оно очень способствует долгому, глубокому и приятному сну до зимней ночи. Когда так рано начинает темнеть и так поздно светает. Ведь скоро осень. А потому возьмем пакетик, ноженки, кое-кого оставим дома и отправимся прогуляться по окрестностям. Радик. Гулять пойдем? Нет. Не реагирует, не верит. А Робиска до слова гулять? Хм. Сразу же начинает хвостиком вилять. Конечно, в лесу уже давным-давно не были. Так хоть по окрестностям, по зарослям и вника подальше от дороги пройтись. Ладно, надо собираться и отправляться. Но Родион еще не явно припоминет ее строение. Заводит озельное игру. Только что пробежались и хорошенько порезвились. Эх, все бы ничего. Только Радичка в порыве страсти нежной цепанул меня к гатвочкам. Ничего страшного. Затянется, как на собаке. Отправляемся на боковые дороги, где почти не есть машины. Где-то я там видела заросли хмеля. Посмотрим. Мое приятное исключение, или что-нибудь еще произросло. Во всяком случае прогуляться с собаками и собрать букетик полевых цветов. Это тоже приятное занятие. Ушли достаточно далеко от дома. Но, увы, там, где я видела растущий хмель, только-только начинается цветение. Удивительно. У меня северная сторона под липами тень. И все-таки он уже огромный. А там, где мы проходили, практически ничего нет. Зато собаки прогулялись. И вот вербень никовалисный и прочие цветы. Что ж, ограничимся букетиком. И подождем, когда хмель станет более готов к тому, чтобы заняться его сбором. Но только не около дома. Все-таки рядом с дорогой я собирать ничего не хочу. Вернулись домой, как обычно, не с пустыми руками. Ну вот, возник новый букет. Ловлю себя на том, что чем жарче погода, тем более спокойные тона хочется подобрать для своей композиции. Этакие освежающие, охлаждающие. Добавил немножко флоксов, декоративные мальянки, и получилось вот такое. Да, надо будет фото сделать, а потом зимой любоваться. Ах, это уж совсем скоро, поэтому подобные фотографии всегда пригодятся. Вот ведь уже начал менять цвет дикий виноград, и скоро его краски запестреют. Но время еще есть. Лето не закончилось, и, может быть, даже грибочки удастся пособирать. Но это явно не в ближайшие дни. Зашла в избушку за болгаркой. Ну что ж, пора кашпу с задней стороны шлифануть, придать эдакую гладкость, и сегодня уже засесть не только за вырезание, но и за частичную шлифовку гравером. А тут на кроватке, которую явно хорошенько так в покоцле, валяются спящие котяки. Как обычно, позы разные, цвет тоже разнится, косматость не одинаковая, но как они все-таки друг друга удачно дополняют. Ладно, пусть отсыпаются после ночной охоты, она была удачной, а я отправлюсь шлифануть. На такой поверхности особо с болгаркой не разгуляешься, но кое-что удалось подшлифовать. Дальше уже дело за шкуркой и гравером. Жду не дожил с сегодняшнего вечера. Засяду в мастерской и стану до ума все доводить. Сегодня дождя не обещают, вырожай сохнет на заднем дворе, ну, а послезавтра вроде как и осадки начнутся. Ну, уж не знаю, состоятся или нет, пока все безоблачно, солнечно, и скоро будет очень жарко. Вовремя успела. Лишь убрала инструмент, последовала вызов из скворечника на чашечку кофе. Да, есть повод этими самыми чашечками сегодня чокнуться, поскольку и у меня, и у Марии вновь возникла на телеграмме реклама. Незаметно пронеслись три месяца с того момента, как нам ее одновременно отключили. До сих пор ломаем голову по каким причинам. И вот опять запахло возможностью хоть какие-то деньги заработать. И если это действительно случится, то мы, вероятно, точно через несколько месяцев накупим денег на ремонт крыши скворечника. Эх, хорошо бы! Впрочем, как говорится, к хорошему не стоит привыкать. Посмотрим, что дальше случится. Три дня не была в Савином доле. Пришли с Машкой к Нике Артему, и сколько же тут всего изменилось. Зашит полностью вольер, причем громадных размеров. Ну, хоть Берку-то поселяй. А тут, хм, черная ткань. Ну, не иначе новые кномы появятся. Хм, любопытно. Как же тут все меняется. Вот пропустишь какой-то небольшой интервал времени, и все уже совершенно по-иному. И сложно представить, как все это будет развиваться в дальнейшем. И что ты замышляешь? Ну, по границе вот этой тряпки, вот на край тряпки положить бревна, чтобы отсекало, ну и косить было легче. И все получается открыто. И вот здесь по диагонали, вот так кусок положить, вот не углом, а чтобы скошить. А там, наверное, я кирпичами сделаю. Лучше бы дикий камень. Да нету дикого камня еще. Кирпичи хоть у тети Веры есть. Ну, тут бревнушек-то надо, ого-го. Ну, вот, можно, если сруб разобрать. Да знаешь, ну, сруб, как-то формально очень. Это если дикие бревна. Дикие бревна, с них кора отвалится. Ну, кора отвалится все равно. А еще взять толстые дикие бревна. Ну, вырубки наверняка еще не там останется. Осину какую-нибудь. Разнокалиберные, разные породы. Ну, почему у него калиберные? Осина там навалом. Береза не годится. Она очень быстро разгниет. Кусите. Не, надо сходить порыскать, поискать. Туда, кстати, Артем, говорит, утром проехал эта машина, которая сама себя группа с бревнами. Это опять, что ли, вырубка? Господи, сколько ж можно-то? Я в лесу уже сто лет не была. Вот, а сверху вот это все корой засыпано будет. А побев коры уже нормальная земля? Нет, земли не будет. Я просто что-то посадить разрезаешь, дырку вырезаешь и все сажаешь. А кора сверху, чтобы, ну, сердечки не росли. Хм. Посмотрим. Я так никогда не пробую. Ну, с этой стороны особо ничего не посадишь. Здесь клематисы можно и хосты, и, может быть, флоксы, потому что лавиной снега будут. Кусты все они подавят. А вот с этой стороны уже можно какие-то кусты. Ой, ну. Ну, радужные перспективы. Скобиозы кавказские. Вообще было написано, что это невысокое растение для альфийской горки. Да, совсем крохотное. Почему-то на короставник похоже, пока не распустелся. Какая-то и есть копиоза. Ника, где удобрения? Вон на ступеньке. Слушай, ну ведь хохлатка, это же весенний цветок. Это не хохлатка, это детенка. Мм. Ну, она тоже цветет до сих пор. Кстати, хохлатка желтая корневищная у меня тоже цветет до сих пор. Трудяга. Слушай, надо. Угу. Всё. Захвалили, спугнули, засмучал, с улетел. Это наши мысли. Мысли? Да. Я банки поставлю. Ой, занятие поинтересно. Настоящий кусочек болота. Я всё жду, когда же вот эти листья дадут какие-нибудь бутоны и что тут может развести. Ну вот, пока василёк луговой, словно водное растение, смотрится. Эх, когда-нибудь будет собственный пруд. Вопрос только когда. Из некоторого времени по обыкновению засела в мастерской. Вот, смотрю на эту пару. Чем это вы там занимаетесь, а? Так, пуша. Ящерица. Ну, ёлки-палки. Всё. Выключай телефон. Ну вот. Без хвоста. Но всё ещё неплохо. Пойду выпускать. Больше вот заняться было нечем, да? Весь, ну вот ты-то куда смотришь? Ах, зверюшки. Всё. Надо выпускать куда-нибудь подальше в клумбу, в камушке. Ну, а хвостик-то отрастёт. Нет, пуша с каждым днём становится всё шустрее и шустрее. И это некоторым вредит. Давай-ка иди сюда. Всё. Скользнуло. Вот здесь под камнями тебя точно никто не достанет. Ах, маленькая прохиндейка. Ну ладно, мыша. Но ящерицы. Мёрткие, прыгкие. И всё-таки пуша успевает всё. А ты куда собрался? Как мы к нему. Удачи. Если что, я катаюсь на этот раз, то есть потому, что у меня... Да всё ясно с твоими велосипедами. Один за другим отказывают. Ну, с этого хоть кладут невысоко. Хотя не сглазить. Вперёд. С парапидором. Сквозь звук гравёра раздался призыв. Честно говоря, сторону слышала. Чего там такое-то? Маш, чего звала-то? У нас в доме. Так. И кого они там собираются карепетать? Ох, прочесать тебе надо сегодня. Линяет каречка, линяет. Где? Так, я пошла. Слушай, ну я вся пыльная, грязная. Руська там? Ну, а ты показать не хочешь чего-то? А, так... Не, я руки мыть не буду. Я вся в пыльце. Ой. Интересно, что у них там. Роз! Тишина. А он точно дома? Точно. Роз! Да нет его здесь. Раньше сидела. Может, прошла, ты помнишь. Где? Где? Ой-ой-ой. Это же мышь. Караклевая мышь. Ух ты. А что, значит, караклевая мышь? Ничего не раздадешь через эти контейнеры. Сможешь тут показать? Хм. Слушай, ну действительно, караклевая. Классная. Розовая. Как-то, как говорится, сатиновая. Сатиновая? Сатиновая вот тут вот. Вот, вот, вот. Ну чего ты их? А, она пятнисенькая такая. Она гладкая-гладкая. А это, смотри, какая караклевая мышь. Так это от Ники, что ли? Или откуда? Откуда еще. А откуда у нее такие мышки? Это давно у нее. Просто она их все рассадила. И сюда. И сюда. Хм. Хорошо, она не пусачая, но очень прыгучая. Угу. Так, пускай они прыгают в контейнер. Угу. Я у Пушки сегодня две ящерицы подряд отобрала. Представляешь, она их ловит. Они, естественно, сбрасывают хвосты. И она с ними играет. Хорошо я вовремя успела. Слушай, арбузик, ну они у тебя надолго? На месяц. А потом? А потом обратно в Санки. Ну, я думаю, что у нее кто-нибудь заберет. Красотульки такие. Там еще есть черно-белый самец. Давай я достану. Не надо, она умывается так хорошо. Я хочу посмотреть. Ай, домик улетает. Хм. Какие же они красивые. Они какого малыша. Барашек. Не, ну их надо как-то пристроить. Дай самцам скажи. Только хвост исчез и мордах появился. Я говорю, самца покажу. Они тут прячутся. А сколько-то вообще самцов? И сколько их вообще? Оп. Вот у нас. Что он делает? Пятнистый? Да. Он прям... Давай, давай, давай. Он прям буренка. Дроголовый дракон. Надо ему силий не побольше положить. Да куда им больше макут лежит еще? Вот смотри какой. Нет. Мышь хламогорской породы. Почему ты набуешь пушку похож? Вот он самый такой сбежать пытается. И самочка, которая каракулевая. Но мы их второй партии принесли. Ника сначала нам сереньких мышат принесла. И гладенькую вот эту. Красивую. А потом мы еще вот... Ох, хорошие. То есть они миленькие? Угу. Как за рыбками можно наблюдать. Да уж. Ну все, начинается побег. Все, закрывай. А то раскочится по всей избушке. Ну, поздравляю. Геннадия не оценивает. Да ладно. Генка будет в восторге. Я тебя умоляю. Ну все, закончены труды дневные. Душу приняла. Уже оделась. И весенка меня заинтересовала. Что ты там делаешь? Дурака валяем. В смысле Бонечку. Хм. А Бонечке, по-моему, в кайф. Замечательно себя чувствует. Немножко пытается вымыть откуда-то там морозку, чтобы дать ему возможность помыться. А Боня успел выбирать. Как всегда, рейфери пошла наблюдать, что происходит. Приятный, теплый вечер. Что? Куда ты Боньку загнавай? Удрал коварный кот? Ну все. Теперь и не поймаешь. Ой. Жду, когда освободится розетка, чтобы огород начать поливать. Нет. Вечерок сегодня просто прелестный. И работа хорошо продвигается. Ну а растения пожухли. И надо все это делать. Попробуем окропить водичкой. Ладно. Еще немного, еще чуть-чуть. И будет принят душ Марии и Росянам. И я займусь своим ежевечерним делом. Но через пару дней обещают дожди, похолодание до 20 градусов. Елки-палки даже не верится. Сейчас у нас 26. И вечер поистине великолепен. Спокойный. Эдакий томный. Напоенный ароматами флокусов. Яркими красками цветов. Июль-июль. Заканчивается этот самый месяц полный. Разноцветия. И скоро август наступает. Время скоротечно. Как бежит. Бежал я нынешний день. Что, мой дорогой? Чего? Армон в больницу? Нет, слушай. Я уже пас. Давай. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Зашла в скворечник. Сделала, может, массаж шейного отдела. Боротниковой зоны. Да. В трудах. В своей мастерской. Ой. Не при той высоте седалища, на котором обычно она привыкла работать. Немножко шейку повредила. А может, где и застудила. Ну, обошлось без всяких растирок. Ну, легкий массажик сделала. Все, Боня, все. Мы отдыхать идем. Закончен день. Полив закончен. А завтра вновь начнется суета. Впрочем, утром есть еще и приятное время, когда суетиться еще не стоит. Пройти вместе с пушкой по участку, открыть теплицу, полюбоваться на созревающие помидорчики. Емки-палки, чего только нет. Не упомню всех сортов. Пушонок, ты, наверное, тоже не знаешь. Вот эти желтые банановые ноги. Есть тут и амурский тигр. И какой-то там слон. Помидорчиками мы начали лакомиться уже давно. Машке больше всего нравятся вот эти вот маленькие. Какое-то балконное чудо. Черри. Ну, черри тут и желтые. Вот эти уже поспели. И красненькие. Да. Заходишь сюда, и сердце радуется. Особенно вспоминаю, что было год назад. Ну что, все охотиться продолжаешь. Вырвалось на волю. Бутка уже вернулась домой после своей утренней прогулки. А пушка от меня не отстает. Мокрое пузо. Роса сегодня. И день снова будет жарким. Ну как же, не побегать, не поиграть по холодку. Ладно, продолжаем свой обход. А далее начнется день. И снова приключения. Ну, разумеется, первое, что Пуша сделала после продолжительной прогулки, отправилась откушать. Завтрак – великое дело. Ну, а теперь пора последовать примеру Бонифации, который завалился на бочок, положил лапки. Число можно две. Под щечку и почивает. Нет, ну сначала надо язычком пригладить шурску. Угу. От росы избавиться. И можно отдыхать. Через несколько часов в котейке вновь проснуться и отправиться на прогулку. Но это будет уже совершенно другая история. Хотя, кто его знает, может быть, сейчас Пушка после того, как повылизывается, снова начнет в боньке приставать. Будите, тормошите. Хорошо ведь спит с улыбочкой. Надеюсь на Пуш на благоразумие. Оставила котика в избушке. Слава богу, никаких потасовок не произошло. Взялась была за прогулку клубники. Но услышала, как за калиткой растяпкался Родион. Ну как же, подошел, почуял. Мы с ним сегодня поутру еще не виделись и не здоровались. Вот. Сидит, на чес себе устраивает. Ну что, привет, Дородастый. Сегодня автолавка. Как всегда поспел. Но это еще не скоро. Время есть. А, да, да. Вот как они с Кубиком узнают те дни, когда должна приехать наша желтая машинка с продуктами? Да, для собак это праздничный день. Ой, Радик, зачем эта яма? Для чего ты ее раскапываешь? Сокровища прятать? Так нет, все моментально съедается. Уж не знаю, чем сегодня кубик угостят. Рыбкой или колбаской. Ну, а вас-то, естественно, удастся попотчевать. Ладно, пойду дальше сокращаться, грядка ковыряться и автолавку ждать. А всем здоровья и удачи. Продолжу свой рассказ уже в другой раз. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok